Когда он увидел ее… Нет слов, чтобы передать, что испытал Никита Легостаев. Шок, волнение, ужас, удивление, радость — все эти чувства разом смешались в термоядерный коктейль, едва не сорвавший парню крышу. Словно земля вдруг разверзлась под ногами, а среди ясного неба грянула глушительный гром. Лучший друг Никиты, Артем Бирюков, в таких случаях обычно говорил «так вот ты какой сердечный приступ». Нечто похожее сейчас испытал Легостаев, увидев перед собой ее. Абсолютного двойника Ксении Воропаевой. Девушки, которую он любил, и которую отняли у него таким ужасным образом. Тот же рост, то же телосложение, осанка, то же самое милое лицо, приятная улыбка, ясные голубые глаза, густые каштановые волосы, остриженные, правда, более коротко, тот же изгиб губ. Девушка, похоже, тоже немало удивилась, столкнувшись с Никитой. Вид у нее был очень растерянный и даже слегка напуганный. Никита не сразу заметил возникшего за ее спиной Панкрата Легостаева, своего двоюродного брата. Панкрат работал следователем в особом отделе Департамента безопасности, многое повидал на своем веку, но и он сейчас выглядел не менее растерянным, чем девушка. Точно так же переводил потрясенный взгляд с Никиты на сопровождавшего его Гордея Лестратова и не мог вымолвить ни слова. «Так», — выдохнул ошеломленный Гордей, — «пожалуй, кому-то из нас следует уступить дорогу». Панкрат, наконец, стряхнул оцепенение, обнял девушку за плечи и быстренько повел ее прочь. Никита только теперь понял, что брат сопровождал ее, и двигались они со стороны палаты Марины, его сестры. «Кто ты?» — крикнул Никита вдогонку девушке, хотя и так прекрасно знал ответ. Девушка молча обернулась и посмотрела на него. «Мы очень спешим», — быстро проговорил Панкрат. «С радостью поболтали бы, но нам страшно некогда». Никита рванулся за ними следом. «Кто она?» — крикнул он. «Панкрат!» «Явно не Инго Штерн это чудовище в человеческом облике». Сестра Ксении, ее близнец, торопливо пояснил Панкрат. «Она ведь была приемным ребенком. Нам совершенно случайно удалось разыскать ее близкую родственницу». Они быстро вошли в лифт, но Никита следовал за ними по пятам. «Панкрат, мне нужно с ней поговорить», — умоляюще произнес. «Кто он сталманом, у него нет, он вот так. Мы зрители и ее должны пометы.